да ребята всем привет с вами канал dandy play меня зовут данью поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите самые главные комментарии а мы сегодня продолжаем пятую серию игры рейдж 2 да 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 это рейдж 2 это пятая серия и мы да мы побывали в ковчеге и приобрели очень крутой навык удар в прыжке но помимо этого как я говорил в предыдущей серии я буду очень много бегать и не буду это снимать почему потому что это вылилось бы на очень много часов прохождения и соответственно записи я это прошел втихаря ну-ка попробуем вот этот новый навык они чего так нормально нормально со смаком и вот еще один навык на и о нем расскажу позже я его приобрел недавно а здесь включим форсаж и убиваем всех хмырей они мне уже реально достали и единое все вроде все плана вызовем машинку и поедем на миссию у нас высветилась у нас высветилась миссия одна из миссий у маршала это тот мужичок которому по моему в какой во второй серии до поехали познакомились с ним это один из очень влиятельных людей которые нам поможет создать проект кинжал это один из трех очень значимых персонажи в игре поэтому мы поедем к нему так вот у него высветилось задание знаете что в этой игре очень большой минус грубо говоря я объясню попроще в этой игре есть сюжет и этот сюжет закручен в большом открытом мире ну как far cry грубо говоря так вот чтобы продвигать сюжет нужно проходить ну не то что миссия грубо говоря потребности каждого из этих чуваков там уничтожать конвой убивать логово мутантов или счетчет у каждого свои как бы требований и постепенно выполняете требования мы открываем сюжетные линии один у каждого из этих персонажей поэтому как бы вот мне пришлось побегать чем проблема кула пропала а без ее данных наш проект обречен почему скрэмблер нужен чтобы обойти охранные системы правительства но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему я послал гулу за нужными данными но связь с ней прервалась и только что мне пришло вот это сообщение марш это гола нашла старое логово правительства попробую подключиться к их каналу через здешнюю линию узнаем какая у них система безопасности ну вот какая беда марш по холмам шарит саваны ищет технику и возможность пострелять я стараюсь не высовываться бессмертные саваны известные садисты пытают для развлечения нам нужны координаты логова правительства и хорошо бы чтобы моя лучшая шпионка выжила знаешь никакие они не бессмертные дохнут как полагается я ее вытащу удачи рейнджер спасибо сообщение от проули и все и поехали на место назначения так вот чё я хотел договорить я хотел договорить свою мысль моя мысль состояла следующем что как бы а вы сами видели сколько на карте много обозначения и вот эти обозначения как бы это определенной миссии для этих главных персонажей которые нам нужны для того чтобы возродить все проект проект кинжал так вот чтобы это все как бы включить эту всю сюжетку как бы и сюда это надо проходить нарабатывать статус доверия и помимо этого ну какая качка и помимо этого нам еще как бы все это прохождение помогает модификации то есть прокачки да по-другому искать мы прокачиваем себя мы прокачиваем оружие мы прокачиваем здоровье прокачиваем там броню там как быть всяким там модифицируем оружие то есть мы становимся сильнее и дай меня не было буквально сколько два дня я не играл и ничего не запил как я играл но я ничего не записывал почему потому что я решил что я поиграю и потом запишу годный летсплей уже по сюжетке и что-то они не хрена не дохнут с этих пушек что это за херня я в них стреляю смотрел но ведь два пулемета елки зеленые ну что ты творишь что это за я понимаю что-то саван и они очень крутые и они даже обладают невидимостью они могут исчезать из поля зрения на некоторое время ну и по фигу мы используем наш новый навык да он крут он очень крут ах ах ну иди нафиг а наверху да а наверху давай заберемся подлетим к нему и на тебе и на тебе и на тебе что это за шлем блин такой интересный прям как какой-то кибер кибер чел какой-то да вали уже так и давай сейчас сделаем по красоте до отлетел вот этот навык кстати который называется удар или отталкивание не помню как точно я его как раз получил найдя один из ковчегов до недавно по моему позы вчера я играл и ковчег от нашел все это я не записывал я просто проходил для того чтобы уже в этой серии вам дорогие мои друзья мои подписчики и те кто еще как бы не подписался на просто зашел посмотреть мой летсплей так вот это делали для того чтобы вам было очень приятно прохождение как раз именно для этого я все и делал чтобы вы не как бы не сидели такие в скукоте даже вам было не скучно и это все быстренько сделал за два дня и сегодня я запиливаю летсплей соответственно чтобы уже было поинтересно надь разлетелся чертям как же мне нравится этот навык удар кто играет на джойстике иксбокс скажу что это функция да вам знакома это lb и икс или крестик кому как удобно нажимаешь подкатываешься ударяешь это очень классно соответственно удар в прыжке делается на lb и двойной прыжок да на икс ой на икс на букву а на зеленую кнопочку да а ты кто такой блин что за трэш что тут за трэш начался блин у меня здоровья нету ты кто это что за импульсатор какой-то счет за свои какие-то импульсные мечи там просто вот и одна из новых функций кстати вот познакомьтесь икс вернее y икс вот это короче восстанавливание здоровье здоровье или постановка не знаю как вам удобнее короче мы восстанавливаем свое здоровье после смерти то есть наше сердцебиение становится более активным и мы возвращаемся к жизни да этот навык я тоже заработал и вот и давай бочку заработать да что ты будешь делать ты вообще чем меня обстреливает что это за волны импульс значит хочу посмотреть у меня заряд здоровья я не могу сделать не могу сожалению поэтому можем погибнуть нет смотри че убили так что вот так буду рассказывать о новых своих достижениях о новых навыках гула погибла но сигнал еще идет она проглотила локус о прости гула придется тебя потревожить жесть в кишки ей залез а да я ее помню кстати я не смогла убежать записываю это в ящики в которые меня засунули наверное больше не увидимся знаешь ты единственный правильный мужик из всех кого я встречала координаты логового правительства забиты в локус приглачу его как ты меня учил лишь бы они меня не распотрошили я знаю ты отследишь сигналы найдешь меня блин баллоны загорелись маршал плохие новости я нашел гула она мертва проклятье мне будет ее не хватать прощай друг мой гула увидимся на том свете за это она отдала жизнь за локус в нем координаты логова правительства иди туда надо узнать какая у них система безопасности уже туда направляюсь по крайней мере гула умерла не напрасно согласен полностью так новая цель осмотреть бурочную базу правительства отправляемся туда и у нас тут транспорт саванов ну попробуем первый раз пробую этот транспорт попробуем как он передвигается и движемся сюда так ну это байк это двухколесное транспортное средство можно его и называть мутацией наверное о слышь ты че подрезал меня так то ты это осторожней будь и смотри и смотри и смотри что я увидел я увидел то что противник наш бросил сторожевую башню и сейчас и я я кстати поубивал этих башен дофига автор живая башня правительства и это 30 в лице прикольно а я че я даже и вот новый пистолет а вернее не новый вот сейчас мы его выберем где он а так это автомат это обычный пистолет вот он да смотри как он работает я стреляю нажимаю так вернее нажимаю лб о наоборот этот лт и мы подрываем то есть это пуля с разрывающийся зарядом это круто это классное оружие кстати я его сначала недооценил но сейчас оно мне нравится вообще классно например ты экономишь патроны в дробовике либо в автомате можно воспользоваться этой пушкой она ничем не хуже да надо просто с нею действовать осторожней нежели с дробовиком да да это на дальней дистанции например очень хорошо работает поэтому так так вот про сторожевую башню что хотел сказать да вот нам надо ее взорвать чтобы получить рейтинг для хагар мэр источник как вы помните да из 3 серии да вот соответственно взрываем и получаем репутацию убивается эти башни легко но есть башни которые убиваются потяжелее но они убиваются тоже в принципе легко если действовать определенной стратегии мы стреляем в эти три светящиеся лампы лиминестенсные лампы нет на самом деле это ядро не знаю ядро питания или еще что то и вот импульс нам надо успеть подняться не успел не успел не успел короче стреляем сюда в решетку не знаете как ходить я не знаю это похоже на эквалайзер на решетку радиатора на лампы и вот это дневного света который во многих офисных помещениях устанавливается не знаю как хотите конечно вот надо стрелять именно туда прыгай да вот сейчас успели нормально не мы сейчас уничтожим да уничтожили прыгать не успел да вот плюс 367 долларов и репутация соответственно у нас возросла уже уровень 5 скоро будет уровень 6 6 у мэра источника хажар гула не преувеличивала тут очень много саван вот они и поймали попробуй пробраться да надо быть для меня сведения только осторожно саваны очень опасные мерзавцы будут тебе сведения говорю же саваны смертные как и все а может и смертные ну да но они тяжелые а когда я позавчера по-моему играл да опять же повторюсь это все не записывал я играл это для того чтобы как бы прокачаться и соответственно вывести главного героя на сюжетную ветку так вот я с ними сталкивался и у меня прокачка была слабая с ними так помучался вот честно конечно те кто сейчас меня смотрит и те кто эту игру конкретно прошел они сейчас могут так вот улыбнуться немножко да стихий но на самом деле как бы вы можете меня понять когда у меня правительство эту базу прокачка была слабой конечно я напал на саван просто напал за свое через эту базу наверняка можно выйти на правительство не скажу что пожалел что я на них напал но это был опыт а горький но опыт я понял что мне надо прокачиваться и сейчас вот я с ними и до этого уже с ними воевал и на более прокачанным так скажем более прокачанным более прокачанным облике мне намного комфортнее а вот давай этим так как не то 100 лет по моему да нет сейчас так вот где-то ага 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 и вот смотри сейчас подожди а я про тот пистолет говорил давай сейчас его в деле попробуем и о том что я говорил да на дальней дистанции очень классно надеюсь смотри сейчас вот я стрельнул смотрю там а смерть а ведь смерть просто я в него не попал но я его убил потому что я его подорвал а вот так вот как он это было по красоте и ну и все погнали маршал маршал я тут вижу жучок впечатляющих размеров саваны прикрутили старый компьютер каналу связи правительства и вполне успешно качают оттуда данные ну так они сделали работу за нас давай загрузи на локус все что получится давай загрузим локус локу скачивать 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 о варит дверь а поле я так и знал это стандартная схема сейчас на нас будет нападать да 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 у у это этот громил у 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 много их там много может быть и здесь и а по обороняться не знаем они не собираются дайте камень ночь пойдем мы к ним вынес так а мне чё подожди из поставил на закачку ну все он все там нету больше целевой миссии то есть все мы и закачались и погнали тогда отсюда просто погнали будем возвращаться как строительство где вас носила когда надо было завалить армию сам еще и вы тут нарисовались замечательно ребята замечать ну да ну почему бы и нет тарелка буша улетела и на тебе до контузива до скоро будут без ноги оставил существо рассказывай какие новости маршал все получилось как по нотам благодаря тебе и героизму гула скрэмблер работает как надо так что мы в полной боевой готовности приходи забирай вы подружитесь для чего забирать а а забираю это маленькое устройство не позволит правительству влезть в твою электронику а это важно еще поймешь имею в виду есть еще одно очень важное но у нашей мозаики еще две детали одну должна обеспечить ну вот как я и говорил да другую квасир васир когда у тебя будут все три детали мы запустим кинжал будет сделано так что будем вот эту ветку прохождение ветку миссии продвигать дальше поэтому следующая серия возможно выйдет завтра возможно быть послезавтра возможно выйдет после после за поэтому будьте на связи следите за моими прохождениями а на сегодня я очень благодарен за то что вы посмотрели пятую серию пишите комментарии ставьте лайки надеюсь вам очень понравилось поэтому давайте ребята не болейте живите дружно и я вас всех люблю пока пока пока